Стильный, недорогой, но эффективный увлажнитель воздуха. Приветствую вас, друзья, на канале распаковки на ютубе. Сегодня у нас на обзоре ультразвуковой увлажнитель воздуха от сомбренда компании Xiaomi DERMA, модель LD700. Цена данного устройства составляет около 2300 рублей. Ссылка на продавца в описании. Срок доставки составил около трех недель. Посылка была заставлена в почтовое отделение. Доставка бесплатная. Посылка отслеживалась, во время доставки ничто не пострадало. Итак, приступим к обзору. Транспортировочная упаковка представляет из себя картонную коробку, обмотанную желтым скотчем. На коробке обозначены характеристики устройства, наименование модели, габариты, больше ничего полезного на ней мы не увидим. Внутри коробки у нас находится самоувлажнитель, инструкция написанная на китайском языке, а также пенопластовый уплотнитель, предназначенный для защиты увлажнителя во время транспортировки. Сам у увлажнитель внутри коробки дополнительно упакован в защитный пакет. Также отдельно продавец положил переходник для розетки, так как форма вилки увлажнителя не предназначена для наших розеток. В инструкции описаны основные характеристики прибора, обозначены органы управления, способы заправки бака для воды, характеристики увлажнителя, шум 36 дБ. Прибор вполне тихий и не мешает спать ночью. Мощность 25 Вт. Напряжение 220 Вольт. Высота 52 см. Максимальный диаметр 18 см. Длина кабеля питания 1,5 м. Емкость бака для воды 4 литра. По моим подсчетам, заявленная емкость бачка соответствует действительности. Прибор рассчитан на площадь до 40 квадратных метров, но по моему мнению его мощности достаточно максимум на 20 квадратных метров. Максимальная производительность пары по моим подсчетам 210 мл в час, хотя заявлено 240 мл в час. Количество выпускных отверстий для пара одно. Прибор автоматически отключается при недостаточном количестве воды. При этом он издает звуковой сигнал, который сообщает нам об отсутствии воды в бачке. Поэтому если вы им будете пользоваться в ночное время, позаботьтесь о том, чтобы бак был полный, иначе он вас разбудит среди ночи. Внешний вид устройства. Материал матовый ABS пластик. Основной цвет увлажнителя белый, а вот все надписи и отверстия верхней части и верх прибора имеют серый цвет. Устройство имеет форму пера и стоит на плоской подставке, напоминающей тарелку с вытянутой ножкой. Данная ножка надежно держит прибор. Подобная форма ножки позволила разместить в нижней части увлажнителя отверстия для забора воздуха. На верхней части устройства находится сопло для выхода пара. Оно здесь одно. Направление потока пара никак не регулируется. Оно зафиксировано в одном положении, строя пара направлена вверх с небольшим наклоном. Также в верхней части есть O-образные отверстия, с помощью которого удобно переносить верхнюю часть устройства, предназначенную для заполнения водой. На передней части увлажнителя мы можем наблюдать индикатор жидкости, логотип компании, небольшой экран и кнопки управления. Давайте рассмотрим каждый элемент по отдельности. Индикатор жидкости не имеет никакой подсветки, а так же мерной шкалы. Поэтому понять какой объём жидкости остался в приборе можно только приблизительно. На приборе две кнопки управления, они сенсорные. Левая кнопка отвечает за включение и выключение устройства, а также за ЗПСЬ скорость с подачей пара, их здесь три. Первая скорость самая маленькая, третья самая высокая. Переключение скорости проводятся при помощи короткого нажатия на кнопку, а выключается он при длительном нажатии на кнопку. Правая кнопка отвечает за настройку таймера отключения. Таймер можно настроить на отключение через час, два и так до 12 часов. Также с помощью правой кнопки, при длительном ее нажатии мы можем отключить подсветку прибора, чтобы она нам не мешала, например, в ночное время. Следует отметить, что подсветка устройства может выполнять функцию небольшого ночника при необходимости, потому что светит она достаточно ярко. Нажатие кнопок сопровождается характерным звуковым сигналом. Все манипуляции с кнопками отображаются на небольшом экране. Скорость подачи отображается в виде полосы. Одна, две, три, а таймер отключения в виде цифр. Также на экране отображается уровень влажности в помещении. На задней и боковых сторонах устройства ничего нет. Устройство разделяется на две части. Верхняя большая часть прибора представляет из себя бак для воды. По моим подсчетам, заявленные производителем 4 литра входят в данный бак. Вода заливает следующим образом. Нам необходимо снять верхнюю часть увлажнителя, открутить заливную крышку и залить воду, желательно отфильтрованную, и закрутить крышку обратно. На этом его заправка завершена. Следует отметить, что в заливную крышку встроен клапан, через который вода передается в нижнюю часть прибора. Нижняя часть прибора представляет из себя его рабочую часть, где и происходит превращение воды в пар. Также в нижней части устройства мы можем наблюдать желтую емкость, которая предназначена под заливку аромамасла. Теперь, чтобы запустить увлажнитель в работу, нам достаточно соединить верхнюю часть заполненной водой с нижней, и подключить устройство к электросети. Затем нажать левую кнопку включения и выбрать нужную скорость подачи пара. Одной полной заправки увлажнителя при работе на максимальной скорости хватает примерно на 19 часов. Непрерывной работы. После того, как вода у устройства заканчивается, он автоматически отключается. Устройство работает отлично. Выдаваемый им пар мелкий и не оседает на мебели или полу. Из недостатков можно отметить только короткий шнур питания, всего полтора метра. В целом увлажнителем я доволен. Стоит он недорого, выглядит современно. Его хватает для обслуживания одной комнаты. Он не шумный, имеет встроенный датчик определения уровня влажности. Одной его заправки хватает практически на целый день работы. На этом заканчиваю обзор. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте видео и подписывайтесь на канал. А также не забывайте пользоваться кэшбэком. Ссылка на кэшбэк, которым пользуюсь я в описании. Всем пока. Продолжение следует...